всем привет друзья вы на канале просто вкусно с мария салтаковой сегодня мы приготовим очень вкусный салат который известен всем уже довольно давно но не теряет своей актуальности и по сей день это салат селедка под шубой для начала мы подготовим все ингредиенты а пока мы их подготавливаем я расскажу вам историю возникновения салата селедка под шубой салаты из ингредиентов типичных для селедки под шубой были распространены в первой половине 19 века скандинавской и немецкой кухнях под названием селедочный салат английская поваренная книга 1845 года содержала рецепт шведского селедочного салата состоящего из норвежской сельди уложенной на дно блюда и покрытой резаной свеклой картофелем маринованными огурцами чертым яблоком и рублеными яйцами для русских и других северо-европейских поваренных книг второй половины 19 века типичные и рецепты салатов со стандартным для селедки под шубой набором ингредиентов сельдь картофель свекла морковь к 1960 вполне традиционный к этому времени для русской кухни винегрет селедкой стал заправляться быстро входящим массовую моду майонеза ну что все ингредиенты подготовлены мы приступаем непосредственно готовки а я продолжу свою историю история гласит что салат селедкой под шубой изобрел купец анастас богомил владевший сетью трактиров в начале 20 века сельдь под шубой он придумал вместе с поваром аристархом прокопцевым в 1918 году дабы избавить свои заведения от буйных нетрезвых посетителей шуба эта аббревиатура расшифровывалась как шовинизму упадку даем бойкот и она фену классический рецепт приготовления в наше время таков овощи и яйца отварить до готовности затем натереть на терке в разные миски нарезать филе сельди маленькими кубиками лук очистить и мелко нарезать каждый ингредиент можно заправить мы не зуб сразу и перемешать а можно по ходу укладывания слоев смазывать их чтобы салат не получился сухим майонез не жалейте глубокий салатник или на плоское блюдо укладывать подготовленные ингредиенты слоями картофель селедка лук морковка яйца свекла между ними добавляем майонез можно каждый слой промазывать а можно через слой это на ваше усмотрение ваше усмотрение для этого крчала и я вам очень понравилось Обычно готовый салат украшают зеленью и нарезанными или натертыми вареными яйцами. Есть множество вариаций как приготовления, так и подачи салата. Например, при приготовлении можно использовать желатин или нарезать овощи кубиками. Подается как целиком, так и порционно. Приятного аппетита!